TheCassink – протокол, представляющий собой сборку ZK Roll-Up с нулевым разглашением. Он создан для того, чтобы улучшить масштабируемость сети Ethereum и сделать её транзакции более дешёвыми. Особенность этого протокола заключается в том, что он выносит вычисления за пределы сети. В неё также хранятся основные массивы данных. При этом пользователям доступен тот же уровень безопасности, что и при обычном использовании Ethereum, поскольку все транзакции подтверждены. Как и в Ethereum, смарт-контракты нового протокола написаны на Solidity Viper, и для их вызова можно использовать те же клиенты, что и в других EVM-совместимых цепочках. Для его использования не нужен специальный кошелёк, поскольку TheCassink совместим с уже существующими. На данном этапе разработки протокол централизирован, поскольку им занимается одна команда, но в перспективе уже в 2023 году он станет децентрализованным. Разработчики также обещают, что TheCassink, как и Ethereum, будет безопасным, устойчивым к цензуре, без разрешений, без доверия, прозрачным и программируемым. В данный момент существуют две версии протокола – TheCassink Lite и TheCassink Era. Актуальная версия TheCassink Era уже способна удовлетворить потребности большинства приложений на базе Ethereum. Однако разработчики не планируют останавливаться на этом и собираются добавить новые функции, которые существенно расширят сферы применения протокола. Это даст разработчикам большой простор для экспериментов и поможет улучшить уже существующие приложения, а также создать новые. Разработчики активно взаимодействуют с аудиторией, которая только в Твиттере составляет более 625 тысяч подписчиков и часто делится новостями в своих соцсетях. В конце октября прошлого года разработчики рассказали, что их проект достиг этапа Baby Alpha. Это означает, что его альфа-версия только зарождается, но команда уже активно взялась за работу над ней. Проводя промежуточные итоги, разработчики рассказали об усовершенствованной архитектуре, новой модели комиссии, начале регистрации проектов на TheCassink и обновленной системе проверки доказательств. Они также сообщили, что основные цели нового этапа – это сбор информации обо всех уязвимостях и выпуск образовательных материалов для сообщества. Из обновленной в середине декабря дорожной карты проекта можно узнать, что сеть Baby Alpha в данный момент работает в режиме ограниченного тестирования. В дальнейшем будет доступна общая тестовая сеть, присоединиться к которой сможет каждый желающий. Главная перспектива развития проекта – это построение тестовой сети третьего уровня. Интересно, что разработчики обещают запустить все проекты экосистемы одновременно, как только будет доступна альфа-версия. Это будет самый крупный запуск на уровне 2 в истории крипто-сообщества. В начале ноября разработчики сообщили о запуске ААВ на платформе. Это технологическая компания, которая создает новые продукты на базе технологии блокчейн, открывающая доступ к финансовым инструментам, социальному капиталу и многому другому. Порядка 56 тысяч пользователей поддержало развертывание ААВ-В3 в тестовой сети TheCasing 2.0. Основатель и генеральный директор компании верят, что это поможет укрепить положение ААВ как главного рынка ликвидности. 16 ноября разработчики поделились ещё одной новостью в преддверии полномасштабного альфа-тестирования. Компания OpenZeppelin, которая устанавливает отраслевые стандарты безопасности для новых систем и уже поддержала порядка трёх тысяч общедоступных блокчейн-проектов, проведёт несколько аудитов безопасности для Matterlabs и тем самым поможет усовершенствовать TheCasing 2.0, он же TheCasing R. В тот же день разработчики рассказали, что завершили раунд финансирования серии C на сумму 200 миллионов долларов США, который возглавил Blockchain Capital и Dragonfly Capital. Средства пойдут на развитие основных проектов, финансирование экосистемы, совершенствование образовательного центра Developmental University и поиск новых разработчиков в команду. В начале декабря разработчики рассказали о сотрудничестве с HopProtocol, представляющим собой масштабируемый токен Most. Позже они поделились новостью о том, что с основной сетью в скором времени будет интегрирована Curve. Это автоматический маркет-мейкер на Ethereum и других цепочках, совместимых с EVM, поддерживающие стейблкоины и волатильные пары. Подводя итоги года, который они назвали годом роста, разработчики поделились основными достижениями и перечислили ключевые цели на 23-й год. Спустя несколько дней они разместили новость о том, что будут организовывать полномасштабные хакатоны при поддержке BuildBox. Это отличная возможность поделиться своим видением того, как должен развиваться проект и принять участие в работе над ним. Ещё один новый партнёр – Espresso System. Это компания, главная миссия которой – делать децентрализованные приложения общедоступными и более дешёвыми. Продолжая представлять новых партнёров, разработчики рассказали о компании Unstoppable Domains. Она создаёт домены Web3, созданные на блокчейне, которые дают людям полное право собственности и контроль над своей цифровой личностью без платы за продление. Партнёром протокола также стал Gitcoin. Это отличная новость для начинающих разработчиков, поскольку данная компания занимается решениями для выдачи грантов и имеет собственную программу поощрения талантливых новичков, в рамках которой уже были распределены 38 миллионов долларов. 13 февраля разработчики рассказали, что ZECA SYNC является официальным спонсором для ATH Denver 23. Они также поделились своим расписанием на период проведения мероприятия, которая уже включён в четырёхнедельный виртуальный хакатон. Но это далеко не все события с их участием, и список регулярно пополняется. Ознакомиться с актуальной версией можно в социальных сетях команды. Там же доступны точные даты для каждого из событий. Anker – это универсальный портал, созданный для поддержки роста веб-3. В середине февраля стало известно, что он также станет партнёром ZECA SYNC. Интеграция поможет решить целый ряд проблем, от упрощения операций с узлами до открытия доступа к расширенным инструментам. Но с самой важной новостью разработчики поделились 16 февраля. Fair Unboarding Alpha – одно из ключевых событий в разработке протокола. Ведь новая эра буквально означает, что зарегистрированные проекты смогут развернуться в основной сети ZECA SYNC ERA. Теперь у протокола полностью открытый исходный код, а две версии для удобства были переименованы. Отныне ZECA SYNC 2.0 называется ZECA SYNC ERA, а ZECA SYNC 1.0 называется ZECA SYNC Lite. Следующим этапом станет доступное для пользователей по всему миру открытое альфа-тестирование.